Да что ж такое? Куда они все запропастились? Не могли же они все вместе заболеть? Может звонка они слышали и стоят в коридоре? Тишина. Неужели? Дэн, не может быть. Или все-таки массовый прогул? Мамочки, что с вами случилось? Ой, не знаю даже с чего начать, Ирина Анатольевна. Кто с вами это сделал? Страшные люди на нас напали. Ирина Анатольевна. А мы ведь им ничего плохого не сделали. Господи. Ребята, как это произошло? Ну, мы шли в школу. К вам на урок спешили. И тут они как выскочат из-за угла. Кто они? Эти двое. Дрое. Один рыжий такой с клоунским носом. С клоунским носом? Из цирка, что ли, сбежал? Я думаю, это он для маркировки. Так, ребятушки, давайте, присаживайтесь. Давайте, давайте. Так, ребята, а теперь рассказывайте, что было дальше. А что было дальше? Второй был одноглазый. Африкий карлик. Ой-ой-ой-ой. Так, а что они от вас хотели? Вас ограбили? Нет. Мы смогли вырваться и убежать. Какой ужас. А где они на вас напали? Да прямо рядом со школой. Так. Нужно их задержать. Я пойду их искать. А вы идите в медпункт. Пусть вам окажут помощь. Хорошо. А мы молодцы. Она нам поверила. Должна признать, Кирилл, классная мысль была разыграть нападение. Согласна. А то у нас слишком много уроков литературы на этой неделе. Кстати, а почему так? Кто знает? Так математичка же заболела и заменять ее некому. Угу. Вот они и ставят уроки литературы один за одним. Ничего не имею против этого предмета. Но три урока подряд это перебор. Ой. Хорошо, что у вас есть я. Всегда готов помочь сорвать урок. Быстро, качественно, недорого. Да уж. Если бы не ты, мы бы сошли тут с ума от переизбытка знаний. Даже страшно подумать целый день с инаконтовной. Ну все, все, все. Страшно позади. Теперь урока точно не будет. Кстати, а откуда взялся третий хулиган? Мы же двоих договаривались. Ну, немного творчества не помешает. Кстати, по-моему, все получилось правдоподобно. Ха, особенно по клоунам. Ага. А одноглазый тебе как? Норм? Анаконтовна верно подмечила. Как будто все оттого из цирка сбежали. Да не важно откуда. Главное, что наш план сработал. И как они так далеко ушли. Тем более с Карликом. Ну ничего. Сейчас вызову полицию. Они их быстро найдут и накажут. Так, где мой телефон? А это что такое? Ножницы. Куски ткани. Краски. Так они меня обманули. Ну ничего. Я сейчас... Хоть ли не отстань. Я их по-другому пролочу. Да так, что им мало не покажется. Слушайте, что-то анаконтов надолго нет. Мы не перестарались. Как думаете? Пускай побегает. Спорта еще никому не помешал. Блин, а если она побежит в полицию или к нашим родителям? Да вряд ли. Во всяком случае, будем надеяться, что этого не произойдет. Нет, пускать все у нас в мочок нельзя. Ни в коем случае. В смысле? К чему ты клонишь? Нам нужен новый план. Например? Например, давайте скажем, что на нас напали вовсе не люди. А кто тогда? Старик гигантских котов. Что? Ты реально думаешь, что версия с котами более правдоподобна? Дело не в этом. Дело в том, что из-за котов она не станет вызывать полицию. Да? А что тогда делать с той чушью, о которой мы ей уже наговорили? Ну, стресс, испуг. Мало ли что могло помириться от страха. Ну, в принципе, в твоих словах есть доля правды. Ребята, все гораздо хуже в себе думала. Что с вами, Илья Анатольевна? Это не люди, а звери. Нужно просто звонить в полицию. Презвыдуприть весь, всех, город в оба вновь. Презвыдь. Подождите, Ирина Анатольевна. Вы успокойтесь, присядьте. Вы поподробнее расскажите, что случилось. я на флатах троих то есть как как вы их нашли их сложно не распознать среди толпы с такими яркими предметами рызы клоун и этот карлик сразу носла вот они на меня и напали видимо выбитый зуб это их символ банды как черная метка у пилатов нафера я еле ноги унивла так пойдемте звонить в полицию кстати меня в полицию почему же это надо сначала составить фоторобот так уже не этим и займутся нужно сначала подготовиться итак подозреваемый номер один ты посмотри какие упертые до последнего не остается ну хорошо рызый кучеравый глаза злые челюсть вперед нос картошки ну прям как фотография получилась угу вылитый подозреваемый номер два одноглазый глаз хитрый нос орлиный маша да у тебя талант спасибо и последний карлик вот его я плохо смотрел он же такой маленький и такой злой похоже они уже сами в этого все верят пора это заканчивать ребята отливная работа спасибо теперь точно поймают не сомневаюсь все я звоню в полицию что делать будем не знаю это ты у нас генератор гениальных идей гудки мафинка возьми трубку рассказы полицейским когда они возьмут ее что как произошло а мы пока с кириллом сходим к школьному стоматологу стоматологу конечно нам с тобой зубы выпили нужно срочно обратиться к врачу но я он конечно лечит очень больно без лекарств и уколов но зато очень хаос и специалист да что ты говоришь краска а зачем же ты краской зуб намазала слабак знаешь а может это и к лучшему я не хочу объясняться с полицией я тоже я вижу вы уже готовы признаться в своем обмане простите на серия анатольевна мы не хотели чтобы все так далеко зашло я тоже не хотела этого но стоило вас как следует проучить так на вас тоже никто не нападал конечно нет вы же не поведете меня к стоматологу правда не волнуйся не поведу а вот родителям я обязательно сообщу как вы сорвали мой урок и ирина анатольевна пожалуйста не надо кажется с полицией все таки придется поговорить маша ты что все таки вызвала полицию нет может они сами приехали ой елена юрьевна звонит что же я ей скажу ох чувствую нам всем капец как влетит а